Приходилось ее вот так вот, вот, вы мне были тренированы, вы мне не мешали. Слушай, я уже отвыкла держать в руках вот эту маленькую кисточку. Я смотрела фильм Зита и Гита тогда еще. Ну что получится, получится, посмотрим в итоге. Ну что, снова привет, мои хорошие, и сегодня моя мама будет делать макияж из ее 80-х, как она сказала, думала 90-х, нет, 80-х. И вечерний экипаж ее уносит на краину Москвы. Будет использовать косметику моего детства, своей молодости. И покажет, как она красила тогда макияж. Он был у нее очень долгий, был очень яркий, с красивыми стрелками, вот такими ресницами, с эффектом накладных ресниц. Будет она использовать тушь ленинградскую, тональный крем, потом балет. В общем, расскажет все свои лайфхаки, мы сейчас ее пригласим сюда. А я буду за кадром комментировать и спрашивать все, что интересно нынешней молодежи. Хотя я уже не молодежь, но... Нет, молодежь, молодежь. Мам! Иди. Ну что, мама Чорин? Здравствуйте, мои хорошие. Сейчас я попробую накраситься, как я красилась в молодости, еще в свои юные годы. Тогда? Тогда. Это было конец 70-х, начало 80-х, 80-х полностью, 90-е. Я долго красилась, вот в одном таком образе была, в стиле, да. Роковухи? Да, роковуха. У меня черно-длинные волосы были, вот такие вот ресницы, вот такие стрелки. В общем, красота неописуемая была, страшная сила. Ты хочешь сейчас повторить, спустя это все, 10 или... Ну, я хочу попробовать, получится у меня как раньше или нет, потому что я ресницы, ну, как бы тушью накладывала. Получалось так, что эффект был накладных ресниц, и там мне приходилось долго накладывать их. То есть я им давала просохнуть, потом опять накладывала и выравнивала, если где-то там с речкой. А ты долго взяла, кстати? Если ресничка, ну, можно вот так с речкой, да. Если какая-то ресничка не туда смотрит, я ее так приравнивала, прикладывала, в общем, выравнивала, все, и опять накладывала. Давай попробуем, скорее, так же не терпится. Вот, начинала я с туши, потому что это самая такая вот противная и самая долгая, нудная работа, поэтому, при том, что тушь бывает размажется где-то, надо было ваточкой подтереть. Мы взяли ваточку. Сейчас возьмем ваточку, возьмем иголочку и будем уже полностью готовы. Значит, да, ну, брала тушь, я тушь такая точно была, абсолютно такая точно, ленинградская тушь, да. Вот, я брала стаканчик маленький, наливала водичку, потому что туда, если нужно было макнуть, плевать я не любила. Ну, я не любила плевать. А что это ты не любила плевать? Ну, мне неудобно, мне это было неудобно. Я вот так вот чуть-чуть макнула, потом смахнула, вот так вот покажу сейчас. Макнула, потом смахнула водичку, да. Как это подробно ты рассказываешь. Да. Потом, значит, начинаем вот это размачивать. И размачивала я, делала так, чтобы там получалось, как... Давай я буду его так снимать с ума, знаешь. Чтобы вот эти вот кончики не погнулись, не испортились, кисточка надолго она, чтобы должна была хватать. Тушь пока не закончится, она почти на всю жизнь хватала одна. Ну, очень намного, надолго. Вот, поэтому с одного боку, с другого боку. И чтобы она не была жидкая, потому что... У нас мастер-класс прям, слушай, мама. Она как кашица должна получиться. Вот. Ну, все, в общем, размачили, можно теперь... Наносить. Пробовать накладку. Ну, давай. А ты, кстати, забыла ободок одеть. Ты всегда с ободком. А, ободок я, да, так как челка, чтобы глаза не лезла. Ну, значит, брала я сначала одну, один глаз. Допустим, я нанесла со всех. Посмотрим, кстати, реснички у тебя остались такие. Со всех сторон. Ну, реснички, они уже, например, поредее стали. Они уже не настолько ровно там торчат, куда им надо. Там, где слиплость... Опасно. Немножко, ну, аккуратно это, чтобы рядом под рукой никто... Не бегал, не крутился. Чтобы, не дай бог, никто не толкнул. А дети все время под руками? Детей под руками как-то и не было особо. Где вы были? Не знаю, они не мешали. Я не знаю, где вы были у меня. Вы у меня были трессированы, но мне не мешали. Дети были у меня очень послушные. Ладно, не отвлекай, вернемся, когда будешь красить второй слой. Что быстро у тебя подсохло? Ну, потому что... Вода, а не слюни. Вода, хорошо. Но когда слюни тянутся, за ними тянется вот это все, она не очень комфортно была. А тут уже такую кашицу делаешь консистенцию. Какая нужна? Потому что, чтобы гроздья не накладывалась, а чтобы тоненькая она сначала накладывалась... Ну, из второй пошел. Вот. То нужно, чтобы вода была. Ну, по крайней мере, мне так было удобнее. А сколько слоев мы будем красить, мам? Я не знаю, я не считала, но это... То есть много, да, чисто? Нет, ну просто там уже смотришь. Наращиваешь ресницы. Наращиваешь? Ну, как наращивание получается, да. То есть... Так, это у нас первый слой, значит. Вернемся ко второму. Ну, первый, да. Мама сказала обязательно заяснить. Вот эту ресницу, как я с ней буду бороться, да? Вот одна ресница, которая торчит не туда, куда надо. Борьба! Вот. Видишь, она подсоединилась и прилипла. Вот, она не торчит уже. Вот теперь вот этот первый слой прошли, ну, где толсто разъединили, спичечкой, да, остренько. И теперь оно должно чуть-чуть подсохнуть. Реснички подсыхают, и потом накладываем второй слой, чтобы они уже взялись. Вот сейчас, допустим, сразу нельзя пока... Сейчас даже с первого слой, Леня, какие ресницы попробую. Вот. Но... Вот, допустим, на этом глазу где-то уже... У меня может немножко неаккуратно получиться, потому что рука набита была раньше, сейчас нет. Я крашусь очень редко, где-то уже совсем другой кисточкой, думаю, тушью. Вот. Вот где-то я, конечно, помню. Ну, как получится, посмотрим. Ладно, ждем, пока подсохнет. Сколько? Ну, не знаю, минут пять, может быть. Сейчас чуть-чуть подсохнет, так. И что ты делала эти пять минут, пока подсыхала твоя тушь? Сидела? В принципе, нет, я не сидела, я что-нибудь делаю, ну, по крайней мере, я не знаю. Нижние ресницы все равно я красила позже, потому что мне было удобно. Так, волосы я забыла собрать, я хотела это сделать, чтобы они не мешали, мы их соберем. Красота. Красота, страшная сила. Ленька в этот момент у нас вот смотрит мультики. Не мешает нам. Я начинала с кончиков красить, потому что я аккуратненько пробовала. С внешней стороны? А, кончики. Начинала с кончиков и опускалась с корнями. Почему? Потому что если начать с корней, они сразу начинают слепаться. Слушай, я уже отвыкла держать в руках эту маленькую кисточку. Кстати, я как-то вспомнила момент. Мне кажется, ты не любила, когда ты красилась и кто-то смотрел. Я просто помню, что как-то я смотрела пристально так. Ты говоришь, что тебе было не комфортно. Как-то ты сказала мне, что... Ну, да. Я не любила, когда мы смотрели, когда мешали. Ну, потому что, знаешь, когда художник пишет картину, ему, наверное, тоже не нравится, когда кто-то сидит и смотрит. Над душой. Да, как на душу. Человек уходит в творчество. Это же, например, разрисовать свое лицо, это что же, картину написать? А целое искусство. Нет, ну, так как-то вы красили, то да. Хотя, ну, сейчас, которые, да, делают макияж профессионалы. Это искусство, конечно, такое творят. Вот мама Чули накрасила у меня три слоя, да? Посмотри сюда. Ну, да, три слоя, в общем, как-то так, немножечко неровно, потому что рука уже не дежит. Да, уже все не то. Вот ты накрасила три слоя. Кстати, мама мне, походу, рассказала, как ее подружки красили, что черное вокруг все было. А мама моя душа так размазана все. Аккуратно, да. Да, если где мазну, я потом беру и подтираю, да. И у меня все чистенько вокруг глаз. Да, было бы... Вот, поэтому из-за этого тени вначале я не красила ни тени, ни стрелки, потому что приходилось вот эту тушь там вытирать, потому что где-то там намажешь, там намажешь все. Вот, а теперь можно тональником накраситься. Потом я за этим уже буду красить стрелки. Давай, покажи, как ты тональник наносишь. Тональник... Наносила раньше. Слушай, ну, тональника вот этим, из-за того, что у меня кожа вообще-то белая, вот она, моя кожа, она белая, да? Будет видно? Вот это вот тут пигментация. И вот эти вот веснушки, они как бы дают пигментацию. Но у меня сама по себе кожа, она в принципе белая. Поэтому, чтобы лицо не отличалось от шеи, загорать я, ну, не всегда загорала там, да? Поэтому я покупала дневной крем у косметолога, который делали сами в косметическом салоне. И он был светлее, чем этот. То есть ты сначала делала светлее, а потом? Нет, я этим не красилась. Вообще, при том, что консистенция здесь какая-то густоватая, действительно кожа не дышит. Она потом потеет и все такое. Вот. Ну, потом, ну, мне, например, казалось всегда, что... Есть твой какой-то цель. Отличалось от моего, да, от моего тона она отличалась. Темнее лицо становилось. Из-за этого я вот таким кремом, ну, не пользовалась. Могла только попользоваться тогда, когда, допустим, у меня загорела немножко, да, кожа. И тогда оно с шеи... Тогда тот белый крем казался слишком белым. Вот. А он как и отбеливающий, вот эти вот веснушки, они делались бледнее, да, все вот эти... Все уходило, все. Ну, и как немножко маскирующе было. Сверху пудричкой намазали, все дела. Было хорошо. Ну, и что, как тебе тональник? Ну, вообще ужасные. Я же говорю, что я им пользуюсь. А тут просто тональник, который сейчас... Его как бы лишнее, его не бывает, его мажешь, и он нормально все. А тут вот, где лишнее, оно видно. И мне вот это не нравилось никогда. Потому что действительно кожа, мне душа, это вообще много такая консистенция. Мама сказала, что сейчас я накрашусь и пойду умоюсь. Я сейчас, да, готов. Конечно. Реально вообще ужас такой. Сейчас мне надо стрелки нарисовать, потом тени. Так как вот эти тени будут сыпаться, правильно? Потом румяна, вот это все. Пудра это уже финал. Ладно. Так, сейчас что у нас будет? Стрелка? Так, стрелки, да. Чем больше? Стрелки буду красить. Значит, сейчас... Где моя спичечка? Вот она. Что же? Повыше поднимаешь, чтобы... Да. Значит, так как вот здесь вот остренький... Острие, оно маленькое, а чтобы она была вот здесь не толстая стрелка, да, приходилось ее так вот немножечко сделать тоненько. Тоньше, тоньше. Ну, пилочкой для ногтей тут правильно. Складь железной спичкой? Или нафель. Железная, да. Или нафель. Ну, и репилка для ногтей. Ой. Ну, немножко вот так вот ее заострить. Потому что я не кончил, как мы красила, а как вот так вот ложила. Затачивалась спичка. Ну, это зубочистка, а мы тогда затачивали спичку. А в спичечный коробок. Ну, я сначала ножичком, да, полировала, да, спичечный коробок. Теперь я мочу спичечку опять водичкой. И вот сюда. Кто придумал этот лайфхак с карандашом сзади? Вот этот вот, не знаю, это все передавалось у нас из поколения в поколение. От старших подруг, сестер, мам. Тебе мама учила, кстати, красила? Мама, во-первых, она стрелки не красила. Она там иногда красила там тени, чуть-чуть реснички с краешку и губы. Все, больше ничего. Она никогда не пользовалась кремами для лица. Ну, практически пудрой не пользовалась. В общем, ярко никогда не красилась мама. Это уже пошли уже такие моды, там, 70-е годы. Вот такие хиппи пошли, тогда уже пошли красить себя, красить такое. Вот. И мне мама очень критиковала, там косметику прятала. Самое главное, что интересно, я брала мамину косметику, красилась дома, тренировалась, пока она на работе. Вот. Она приходила, и ложила все на место. Она приходила и говорит, ты брала мою косметику. Я вижу, что ты брала мою косметику. В другой раз я опять ложу все на место. Все так же, все аккуратно, чтобы прям не видно было, что я брала. Она, я знаю, ты опять брала мою косметику. И потом я уже как Шерлок Холмс, по сантиметру. Я вычислила, как она угадывала, что я брала ее косметику. Значит, вот эта тушь, я пользовалась кисточкой так, как я правша, с правой стороны, и клала ее с правой стороны. А моя мама левша, и она кисточку ложила с левой стороны. Вот, так вот я поняла. Все, я уже поняла. Потом она не выкупала тебе? Потом не выкупала. Все, потом я уже все поняла. И с тех пор я научилась все ложить так, как лежала. Чтоб не видно было, что я брала. Не, ну вообще как-то вот так вот уже аккуратность появилась. Плохо вижу я теперь, уже не так хорошо. Так, приходится зеркало бежать. Нифига себе, мастерство не пропьешь, как говорится. Офигеть, ты мастерски. С угола. Я думала, ты с кончика начнешь. Я с кончика всегда. Самое сложное для меня было сделать форму кошачьего глаза, стрелку. Когда с первого раза она у меня ложилась, вот здесь как надо, да? Сейчас у меня веки немножко опустились, вот это тяжелое веко, да, называется? Когда раньше веки были вот приподняты нормально. И мне тогда иногда получалось вот с первого раза. Сейчас. С учетом еще того, что века опускается, форма должна быть хорошей, правильно. Вот, ну как-то так. Сейчас попробуем нижнее положить. Века не гладкая, вот как было, она морщинистая, старая. Вверху. Мам, не смешивайся, вы себе. Мы нарисовали верхние стрелки, да? Это конечные уже или нет верхних? Или ты еще будешь подрисовывать? Потом после тени еще буду обводить. Но тут вот неровная, потому что уже веки. Веки, да. Мама еще красила и нижние ресницы, внутри как-то. Покажи. Прям тонкая работа. Тонкая работа, да. Ну, тогда у меня на это все. Ну, было и мотивация, и силы, и вдохновение. Мама из девочки Бадуванчика превратилась уже в роковуху практически. Да. Это я, кстати, где-то лет, наверное, с 16, потихоньку с 17 уже начала вот так вот краситься. Я смотрела фильм «Зита и Гита» тогда еще. Ага. И мне нравилась вот эта артистка, которая играла Зиту и Гиту. И у меня была фотография ее. Артисты там на фотографиях продавались. И вот я по этой фотографии научилась рисовать вот эту стрелки. Это Хэма Малини, да, актриса. И я вот прям скопировала, полностью красилась, как она, и прям становилась, как Хэма Малини. Офигеть. Зита и Гита. Был мой образ такой. Экскезики стрелок сделали, пока закончили. Сейчас буду красить тени, а потом стрелки я еще обведу, чтобы они были четче. И завершу еще одним слоем на ресничках туши. Ну, посмотрим, получится ли нет. Вот сейчас я вижу, что уже не те ресницы, не те глаза, не то лицо, как было раньше. Не те веки. Не те веки, да, уже все не так. Ну, немножечко, конечно, пейзаж не такой. Вот. Ну, что получится, получится. Посмотрим в ртуле. Ага, бери тени тогда. Так, тени, тогда у меня тени были коричневые. Но здесь есть коричневые тени. У меня не было этого набора, потому что у меня это все было ни к чему. Продавали вот такие кругляшки, и там один цвет теней. Вот я выбирала себе коричневые, без перламутра, просто матовые. Да и такие... Я помню, кстати. Вот, кстати, я видела у тебя такая пудра цвета загара. Вот где-то такой, примерно такие тени у меня были. А ну, посмотри, что здесь из коричневых есть. Откруй. Можно вот этими коричневыми вот этими... Попробовать. Вот этими, да, попробовать. Ну, в общем, где-то так. А, да, да? Где-то так. Только у меня были такие тени не перламутровые, а просто матовые. Ну, кошачьи глаза, ты сама понимаешь. Ну, конечно, понимаю. Должны быть вот такие. Я все понимаю. Ну, вообще, тени немножко не то вот это качество, что было у меня. У меня были понежнее, и они выглядели немножко не так. Хотя у нас девчата на работе, я помню, прям коричневые-коричневые тени мазали прям вообще очень сильно. И очень сильно эти ресницы красили прям намного сильнее, чем я. Еще сильнее, чем ты, разве так можно? Да, две сестрички были у нас на работе там. Ну, мне тогда еще было лет 18, я тогда еще так, не сильно. Ну, когда как, в общем. Короче, мама мажет, мажет этими тенями, говорит, они перламутровые, отдают красненкой, ей не нравится. Я говорю, возьми американские мои, вот, попробуй, заатонируй сверху. Ну, говорит, не то получается. Они с красненкой, это цвет кирпича, но это не коричневые, как у меня были коричневые. Ну, это самое коричневые. Вот. Ну, вот это похоже, да, у меня был такой коричневый цвет, и он не блестел перламутровым, не перламутровый был. Какой-то прям коричневый, и все. Ну, много времени, наверное, от того, как мы это начали. Более часа, я думаю. Вот. Наверное. Хотя нет. Ну, теперь вот после, ну, тени, конечно, не тот цвет получился, какой нужен был. Потому что... Мы попытались восстановить более-менее. Были коричневые, но не перламутровые тени. Сейчас пришлось, нашли коричневые, замазать тот цвет. Получилось, что много теней наложили, в общем, слишком много, не, не красиво. Так, ну, в итоге, чтобы все вот эти вот неровности, косяки, все эти поубирать. Значит, выделить надо стрелочки опять, потому что тенями они замазались чуть-чуть. Потом базу положили, чтобы видно было, куда их прокладывать. Ну, в общем, как-то так. Я сейчас немножечко небрежно это делаю, потому что уже поднадоело мне это занятие. Вот. И сейчас надо уже теперь выделить ярче ресницы, чтобы было больше ресницами, чем... Еще один слой ресниц. Четвертый. Еще один слой ресниц. Да я и не считала раньше, сколько слоев. Но в итоге, во всей этой композиции ресницы должны были выделяться больше всего. Так, основная часть, наверное, уже готова, да? Да. Ну, тени получились немножко не такие, какие у меня были. Были мягче такой коричневый цвет, приятный. И потом нужно было еще нарастить. Где-то еще даже недостаточно нарастило ресницы, чтобы ресницы выделялись ярче всего. То есть вот так вот. Ну, как получилось уже, потому что... Серьезно бровки нашим модным карандашом. Да. Карандашом того времени. Я смотрю, у тебя до сих пор форма как бы такая же, как и была, да, наверное? Ну, где-то так, да. Все хочу, чтобы мама поменяла форму брови. Нет, не хочу менять ее. Я их не хочу шире, не хочу тоньше. И даже когда были ниточки в моде, я не делала ниточки прямо, потому что, ну, мне не нравилось. Короче, маму мою очень сложно на что-либо переубедить, изменить. Пусть будут естественные брови. У меня как естественные, просто лишнее набираю и все. Ну, как хочешь. Ну, вот как хочу. Говорит, еще черный парик, потому что все это, конечно, смотрится с черными волосами. Я говорю, нет черного, есть фиолетовый, розовый. Говорит, мне не надо. Ну, образ хема-малини, понимаешь? Малини как раз. Хема-малини, да. Может, розовый-то, да? Образ хема-малини. Так, ну, сейчас я еще припудрюсь немножечко. Немножко мне, конечно, цвет теней не нравится. Еще губы. Еще губы, да. Нет, румяна. А, румяна? Чем? Румяна делая помадой, но я, и мама говорит, что у нее были сухие румяна в то время. Сухие румяна были. Роберос, я помню, да. Ну, как-то можно и губной, да. В принципе, у меня, допустим, если я губную красила красным, то я румяна наводила тем же тоном, ну, как бы вот так, да. Если розовый, то тем же тоном. Потому что губы разные же губные были цветами. Под губную, короче. Под губную, да. Как матрешка теперь. Нет, во-первых, это все размазывается, ну, как бы немножко стереть лишнее, а потом же все это еще запудривается. А, да, это же пудра. Я же пудру сверху накладываю. Пудра вот она, рубиол, да? Угу. Вот. 0,1 тон, по-моему. Ну, у меня был самый светлый тон. Может, это он и был, смотри, как хорошо ловится. А ты, кстати, говорила про какой-то лайфхак, что пудру ты наносила ваткой. Ну, ваткой наносила, хотя нет, я сейчас, нет, помню, да, вот такая штучка была. Но еще до этого, когда еще, вот у мамы, допустим, пользовалась, у нее была такая рассыпчатая пудра. Да, рассыпчатая пудра. Да, как будто я собираюсь на мульке, а мама меня не хочет отпускать. Вот она намуливала, нарисовала. Ну, волосы были тогда черные. Конечно, такие глаза, они только под черные волосы. Длинные черные волосы, вообще. Не знаю, цвет у меня такой для меня слишком светлый. А каким ты красила цветом? Либо красный, либо коричневый такой, мягкий коричневый такой. Ну, как, цвет ореховый, да, ореховый, мне нравятся. Ты тоже контур больше рисуешь? А рисовала ты когда-нибудь в прошлом, рисовали такой темно-коричневый карандаш, а цвет помады какой-нибудь розовый? Нет. Зачем? Красиво. Ну, многие так рисовали. Я помню, одно время было модно цвет ореха. Даже мы иногда девчонками бегали, снимали с деревьев орехи вот эти, зеленые. И ими намазывали губы, они получались коричневые. Потом я приходила домой, мама говорила, пойди, вымой губы, что ты губы накрасила? Я говорю, я их мою, мою. Они не отмываются. Это, наверное, потому что я орехил. Хитрые. Но этот цвет не мой. Я вообще перламутры не использовала. У меня матовые либо красные, либо кровичневые, либо розовые, но матовые. Давайте красную там просто хотя бы помаду накрасишь. Ну, давай уже. Ну что, мы закончили макияж, мама подобрала более, это... Короче, прическу мы другую чуть сделали, да? Ну, у меня тогда были другие волосы, были черные, длинные, локоны. Да, уже понятно, понятно. Я говорю, мам, оставь вот эту челку, пусть она вот так, у тебя тюком стоит. Или матюком, или как там. Ты вообще будешь как раньше. Ну, губная, это яркая сильно. У меня... Это такое одевалось на какую-то вечеринку там, в ресторан там, и такого же цвета платья. Ну, я любила ярчить. Я когда молодая была, любила ярчить. Ну, конечно же, все это не без последствий. Бабушки моей маме кричали вслед. Плохие слова. Как ты, кстати, на них реагировала? А я их не замечала. И гнор полный. Вообще не реагировала. Мама говорит, да, похоже, как они кричали мне вслед. Я же могла нагрубить, но зачем грубить? Я говорю, мам, ну, вот для меня такой макияж, он похож, ну, вот, знаете, женщина из прошлого, как бы, вот, знаете, сидит там на кассе. Но у нас все меньше таких, все больше молодежи на кассе сидит. А раньше вот такие, как раз таки, ярко намажутся, да, и сидят. Ну, я так ярко даже глаза достала сейчас красить. И вот, знаю, я тоже это стучно. Мама, кстати, вообще у меня перестала краситься, и она лучше не красится, да? Ну, когда молодая была, когда лицо гладкое, ни одной морщинки, когда у тебя все ровненько, красотулька, почему бы вот это все не подчеркнуть и не пойти? Ну, я ходила, как звезда, я несла себя. Еще и платье такого цвета красного одевала, да? На меня все смотрели, оборачивались, обращали внимание. Я любила, да, еще там седли, там. Ну, да, любила, боюсь. Короче, макияж очень тяжело нам дался, да? Ну, красила глаза. Девчонки на работе, ресницы еще в два раза больше вот такие вот украсили. Ну, это я даже немножко не докрасила, ресницы бы я еще больше бы украсила. Ну, как раньше. Сейчас уже не хватает на это все. Ну, дай я один глаз самый идеальный, ближе покажу. Да. Вот это да. Вот это да. Ну, что, теперь на заставку фоткаемся. Траковуха. Траковуха. И пойдешь умываться. Мама смыла косметику, превратилась в ту Светлану Прекрасную, да? Мое лицо отдыхает. Какой кайф. А мне, кстати, надо тоже потереть вот этот мой макияж. Все. Супер, мне круто. Не, ну, а что, я и так хороша. Да, ты прекрасна. Я прекрасна. Намного приятнее смотреть, а вот с тем макияжем ужасно. У меня сейчас другой образ. Я сейчас добрая бабушка. Тогда я была такая роковуха. Роковуха. Да, такая, ну, роковая девица. А сейчас я такая добрая бабушка. Как все меняется. Все, да. Ладно, мои хорошие, мы с вами прощаемся. Тебе было приятно вспомнить молодость? Ну, это прикольно. Да, и нам было приятно с вами. Было весело, девчата. Все, пока-пока. Девочки, я забыла сказать, что я красилась раньше не каждый день. Ресницы я красила, и они у меня 2-3 дня где-то, я их не смывала. Я подтирала немножечко там стрелки в уголках, утром освежала тени, стрелки подкрашивала. Ресницы у меня были, вот знаете, когда с накладными ресницами спишь, ты привыкаешь уже спать так, чтобы ресницы не мялись. Они у меня утром стояли. Через 3 дня можно было даже залезть под воду, и они не смывались, если не размазывать. Ну, мы так сейчас... Застывала так тушь. Мы сейчас с тобой поняли, что тушь это так и просто не смываешь. Тушь, да, не знаю, с чего ее делали, но она ядреная такая. Да. Ну, короче, ты каждый день не мучилась под воду. Не мучилась, скажи. Каждые 3 дня, да? Где-то так. Ну, через день, через 2 вот так красилась. Я смотрела на состояние ресниц. И уже глаза даже у мамы не болели. Не болели вообще. Ну, малонтеж привыкаю. А сейчас уже. А сейчас и полчаса проносить не смогла. Ну, уже тяжело все. Тяжело, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok